ау 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 на 29 сам делал ну 1000 боев ты думаешь я бус на 1000 боев покупал да ладно это одни темы разговора хуй с ним самый со сам не сам насрать давай рассказывай хорошо какая тема разговора я пришел к тебе на стрим доебался за твой скилл так ты мне какой-то факт предоставил так я его не смог разбить так какой факт бой диффа окей мой вопрос что он доказывает он доказывает что он систематически ездит туда следовательно игрокового уровня не в состоянии с той позиции на постоянной основе в обычном человеческом рандоме делать 6400 суммарки но это невозможно тут не обязательно даже моим словам верить ты можешь просто сейчас сыграть 100 боёв на прохоровке ну понятно ты сыграешь больше боек чтобы 100 раз на прохоровке оказаться и ты не отыграешь той позиции следовательно есть два варианта независимые друг от друга либо он дебил и не умеет играть и не понимает где ему делать суммарный урон либо он привык что с той позиции он суммарный урон делает я думаю что он явно не дебил это раз и свой позиции очевидно такой урон на постоянной основе делать нельзя о чем он не может не знать но если он делает ну тут как бы все очевидно блядь. Значит, что он привык к этому. Ну, как там? Да, я согласен с тобой. Типа, что конкретно это доказывает? Один ошибочный, ну, пусть даже не ошибочный, один бой дифа, где что-то пошло совершенно не так, в скобочках, союзники отдали аллею. Как это доказывает то, что я поделил тебя за твой скилл? Я же тебе только что объяснил. Ты можешь сыграть сейчас 100 боёв на Прохоровке, и я тебе даю гарантию, ты в 50 боях из 100 не дождёшься сценария, ну, даже на, не знаю, 5800 суммарки. Вот, а у него, ну, он же не дебил, правильно? Правильно, он не дебил, он хорошо играет, очень хорошо играет, и ездит на ту позицию постоянно. Но, я думаю, не стоит доказывать, что он ездит туда постоянно, потому что у него есть записи стримов, которые мы можем открыть. Любой здравомыслящий человек понимает, что с той позиции на постоянной основе такую суммарку делать нельзя. Он сейчас делает 100% на самом тяжёлом танке в игре. Теперь скажи мне, он дебил? Окей, он не дебил, у него есть какая-то своя тактика, где он там в основном настреливает урон, так? Он не дебил, всё, я с тобой согласен. Теперь скажи мне, нахуя он туда поехал? Нахуя он туда ездит систематически? Значит так, в основном он настреливает свой урон, свою суммарку. Всё, абсолютно верно. А теперь третий вопрос, теперь как он это делает? Как ты и говорил, за счёт союзников, за счёт света, за счёт урона по дыре и поле, когда все светят, так? Абсолютно верно. А теперь скажи, можно ли в семи боях из десяти на прохородке так делать? Ну, если повезёт, можно и в десяти из десяти. Ещё раз, если что сделает? Хорошо, если подкрутят на твоём слайде, да? Если подкрутят, так можно сделать, если повезёт. А вот теперь давай посчитаем, сколько раз везёт ему и сколько мне. Ну, меня просто для примера. Можем Паблуса для примера привести. Так вот, по поводу и посчитаем. Ну, типа, ты хочешь сейчас считать? Или, ну, я тебе как бы предлагал. Давай, давай, давай. Нет, давай с сегодняшнего дня посчитаем. Я тебе обещаю, на любом танке теперь буду ездить туда, на Прохоровке. Ради тебя. Ради тебя я поеду туда, на Прохоровку. Я буду ездить, реально. Вот, я откатаю сто Прохоровок ради тебя через ту позицию. На любом танке. Ну, ты же понимаешь, что сто, ну, даже десять Прохоровок — это дом. С этого же Рейсфа. Ну, а что поделать? Ну, мы же доказываем. Ну, я обещаю. Я скатаю сто Прохоровок там. То есть, типа, мы не можем смотреть какие-то, ну, твои уже сыгранные бои. А почему? Потому что ты их смотришь по факту. Так, я тебе говорил, по факту — это когда ты, допустим, смотри, ты приехал на фьордах поджимать. Ну, то есть, с верхнего, по-моему, или с нижнего, приехал поджимать, типа, агрессивно под камень, так? Так. И на тебя, типа, ну, тебя не поддержали союзники. Противники у тебя в пароле, и ты сдох с нулем. И что я после этого сказал? Процитируй меня, пожалуйста. Это ошибка или не ошибка? Сто процентов ошибка. Почему это ошибка? Потому что в девяти боях из десяти тебя не поддерживают союзники, о чем я говорил. Поэтому я попросил, процитируй меня, пожалуйста, в том бою. В каком в том бою? Ну, не у меня. Когда я фьордах поджимаю? Нет, это просто... Я просто это как пример говорю. Нет, нет. Я не знаю, что ты говоришь в том бою. А я знаю, что я говорю. Я говорю, если союзники помогут, я настреляю. То есть я прекрасно знаю, что я иду на риск. Ну, вот именно. Ты согласен, что ты идешь на риск, типа? В этом бою, конечно, да. О чем я и говорю. То есть если я иду на риск, я говорю, я иду на риск. Окей, а если ты едешь туда же один, и видишь то, что союзников... Ну, они не то, что не едут. Их нет, в принципе. Ты видишь по мини-карте. Такого нет. Поставьте то, что все... И ты туда едешь. Такого нет. Нет, 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 нет. Я говорю не конкретно про тебя. Ну, типа, окей, я туда еду, я вижу то, что союзников нет. Значит, ты дебил. Но я все равно туда еду. Ну, это ошибка. Да, значит, ты дебил. А в чем разница между первым и вторым случаем? Когда ты видишь, что едут союзники, и когда ты видишь то, что союзников в принципе нет. Это две одинаковые ошибки? Это две абсолютно разные ошибки. Так, а почему, типа... Я к чему тебя веду? Смотри, в случае, когда нет союзников, это стопроцентная ошибка, потому что ты, допустим, не посмотрел на мини-карту, ты вступил и поехал, и очевидно то, что даже два танка, которые просто на тебя поедут, они тебя сольют. Абсолютно верно. Когда ты едешь и видишь, что союзников, ну, что с тобой едут союзники, и они могут тебя поддержать. То это риск? Да, это именно риск, и, ну, мне кажется, один из десяти, это слишком как-то пессимистично. Ну, это риск. Ну, да, в том-то и дело. Есть ошибки, а есть риск. Где ты, ну, у тебя есть каких-то два разветвления по бою, там, поехать туда, остаться куда-то стоять. Ты принимаешь решение. И, ну, ты не знаешь, типа, чем все закончится. Может, тебя запущат, там, ну, что-то еще произойдет. Вот это не ошибка. То есть, ну, ты принял одно... Это, да, ты принял одно из двух решений, ну, и ты не знаешь, к чему оно приведет, типа. И я тебе говорил то, что в твоих боях в основном именно больше таких ошибок, когда ты вообще ничего не делаешь. Ты стоишь, ты говоришь то, что, бля, пиздец, крусят, хуёвый бой, посмотрите на рассказ. Ну, ты не думаешь ни вслух, ни, видимо, про себя, типа, как мне отыграть этот бой. Ты говоришь, всё, пиздец. И? И я тебе говорю то, что у тебя таких боев, вот, с ошибками, про которые я тебе сказал, их просто банально больше, чем у того же, там, ну, у Грядки, у кого-то, у Стон Лоха, у ликвидатора. То есть у меня боев, где я упариваюсь на позицию без поддержки союзников, больше, чем у них, я правильно понимаю? Нет, наоборот, нет, наоборот. У тебя боев, где нужно подумать что-то, ну, и хотя бы попытаться что-то сделать, а ты ничего не делаешь больше, ну, чем у тех, кто потеет, кто реально там какие-нибудь лапшакам выкатается. То есть при счёте 1.15 я должен всё равно 5 тысяч вливать. А тогда расскажи мне, пожалуйста, а Стан Лох каким образом в 3.500 играет? При чём тут Стан Лох и при чём тут счёт 1.15? Ну, ты же меня с ними сравниваешь. Я тебя спрашиваю, как Стан Лох делает 3.500 за стрим? Ну, не всегда же, типа, ну, блядь. Ну, абсолютно, не всегда. То есть не может быть такой сессии, когда у тебя все хуёвые мои? Ну, где нельзя выжать максимум, типа. Где нельзя, ну, где нельзя... Конечно. Ну, так Стан Лох и играет в 3.500 получается. Так ты сравни количество таких сессий у него и таких сессий, как у меня. Ты же сказал, они всегда доигрывают до конца. Они всегда делают и выжимают максимум. Почему при выжимке их максимума в хуёвых сессиях у них дамаг, как у меня? Ну, или у меня, как у них? Так я тебе и предлагаю сравнить, только нормально. Нормально это значит, ну, типа, допустим, давай я сяду и отсмотрю каких-нибудь 100-150 боёв твоих и других игроков. У меня есть стримы в 3.500? Есть. У Стан Лоха есть стримы в 3.500? Есть. Что ты собираешься доказывать? Ну, типа, блядь, к чему это? То есть ты, ну, ты говоришь, у Стан Лоха есть такие сессии, куда он играет, в 3.500? Ты говоришь, что у тебя есть такие сессии в 3.500. Давай подлиннее, хорошо, давай подлиннее. У Стан Лоха есть сессии в 3.500? Есть сессии в 3.500. У меня есть сессии в 3.500? У тебя есть сессии в 3.500. У Стан Лоха есть сессии в 5.000? Есть. А у меня сессии есть в 5.000? Есть даже в 5.500. Абсолютно верно. Вот теперь смотри. Если Стан Лох всегда вытягивает максимум, всегда, при любом раскладе, как у него сессия может быть, как у меня? если я не доигрываю? Ну, потому что, типа, есть такие бои, в которых 3500 – это максимум. Плюс, ну, допустим, его ошибки, да? Абсолютно верно. Ну, типа, все ошибаются. Так, а теперь расскажи мне, почему мои 3500 сессии – это я не доигрываю, а его сессии 3500 – это он выжимает максимум. Вот расскажи мне, пожалуйста. А где я сказал то, что все твои сессии в 3500 – это ты не доигрываешь? Хорошо. Почему большинство моих сессий в 3500 я не доигрываю, а его большинство сессий в 3500 – это он максимум выжимает? Ну, у него же сессий в 3500 меньше. Ну, не только на Е6, в целом, типа, на всех танков. Об этом я и говорю. Так, а схуя ли у него их меньше? Ну, тут два варианта. Смотри, либо ВГ раздала Станлоку, Ликвидатору и другим Аки, где крутят, да? Либо, возможно, виноват ты. И ты не доигрываешь чаще. Ну, либо тебе откручивают. Как мы можем говорить о неодигрыше чаще, блядь, если ты либо доигрываешь, либо не доигрываешь? От чего зависит недоигрывание? Я понять не могу. Я хуёво играть стал, или я уснул, блядь, или я не с той ноги встал. Хорошо, если я встал не с той ноги, то когда у Станлока 3500, это что, у него настроение не СТ-шное? Или не ТТ-шное, блядь? Или китайскую ПТ он решил продать, отыграв на ней 5000, потом 3 дня подряд в трика, прососав? И к чему это? Ну, типа... Ну, я просто пытаюсь понять, откуда вышли эти двойные стандарты, что там я или Паблус, образно, да, ну, к примеру, Паблус, или Бладька хуй с ним, наши 3500, это мы чаще не доигрываем, а их 3500, это они просто вот максимум выжили. Понимаешь, просто если мои 3500, мои 3500, это я не доигрываю, а его 3500, это он выжил максимум, так это получается, что вообще им откручивают, а не мне, потому что мои сессии в 3500, это потенциально, сессии в 4500, просто я не доиграл, а их сессии в 3500, где они выжили максимум, да они выжили максимум, блядь, это получается им откручивают. А теперь вопрос, если им откручивают, и они играют там в 5500, в 6, это они во сколько? В 7,5? В 8 должны играть? Ну, это по логике. Это я ни к словам не цепляюсь, это я просто по логике, блядь, пытаюсь идти. Я тебе говорю еще раз, по порядку, чтобы, ну, мне точно сказать, да, нужно именно посмотреть адекватно стримы, и посмотреть, где ты ошибаешься, где не ошибаешься. Ну, ты же понимаешь, что я сейчас уже не пришел со 100 смотренными боями к тебе в чате. Так ты будешь смотреть бои по факту. Вот я тебе посмотрел бой Диффундера по факту, и я тебе говорю, 100 Прохоровых, он играет неправильно, не одну, 100. Он 100 Прохоровых, ну, и все, как игрок его уровня может 100 Прохоровых, 1000 Прохоровых играть неправильно. Мы опять вернулись к тому, с чего начинали, но он там в основном настреливает. Окей, если бы он ездил туда... Почему, блядь? Так почему, блядь? Я тебе задаю вопрос, почему он там настреливает? Почему, блядь? Ну, мы же, я в самом начале сказал, ну, то, что ты хочешь что-то не услышать, ну, потому что, когда союзники светят, и когда бои нормальные, когда они идут адекватно, и когда союзники не отдают аллею, вот так вот, как в этом бою, он настреливает урон по горе и по аллее. Так вот, он туда ездит на постоянной основе. Следовательно, у него все 80% боев будут адекватными, правильно? Ну, если он всегда туда ездит. Ну, правильно. Значит, это приносит ему результат, он продолжает туда ездить. Так какого хуя, блядь? Если мы понимаем, блядь, что с той позиции нельзя так отыгрывать. На постоянной основе нельзя, блядь. Ну, так я же не могу сказать за него, типа, почему он туда ездит. Ну, значит, ему достаточно этого. Может, он привык так играть, типа. Может, он, ну... 6500 оттуда делать можно? На постоянной основе? Да, 6500 на постоянной основе почти никогда нельзя делать. Ну, типа... А он туда ездит. Ну, так шанс, ну, окей, шанс того, что ты сделаешь 6500 больше, ну, когда ты стоишь ближе к аллее и высвечиваешь аллею. Ну, конечно. По моему мнению, это так. По твоему мнению, это так. Ну, видимо, у него другое мнение. Видимо, он привык наносить больше урона там. Я тебе еще раз говорю. Ты готов к тому, что я ради тебя сыграю 100 прохоровок там? Даже если... Ну, 100 прохоровок это сколько? Ну, полгода, блядь. Ну, может, чуть меньше. Мы можем это ускорить пресс-аккаун. С картами. Ну, тебе его не дадут, и мне тем более... У меня есть такой пресс-аккаунт. А тогда почему мы не можем ускорить? Потому что, типа... Потому что это пресс-аккаунт. Потому что это пресс-аккаунт. Я хочу, чтобы эксперимент был максимально честным. А честного-то на твоем аккаунте или на любом аккаунте? Нет, на моем аккаунте я ради тебя сыграю 100 прохоровок таких. Давай сделаем так. Я сыграю 100 прохоровок за исключением Т95Е6. Потому что жалко сливать. То есть я-то прекрасно знаю, какой исход будет. Я вот на Лареи не буду ездить. Нахуй на любом танке, кроме Т95Е6. На любом. Ради тебя я отыграю. Окей, какой будет исход, ты говоришь? Ну, за 100 прохоровок ты будешь ездить туда, куда едет диффундер и... С поправкой на ТТХ танка я меньше, чем в 50% боев сделаю суммарку неподходящую под 100% отметки. Ну, то есть смотри, Т95Е6 у него 6400 планка, да? Мы говорим о том, что нельзя там делать 6400. Понятное дело, если я поеду вот на Ларейне, да, у него ни обзора нихуя нет, мы... Вот какая у него планка на 100% отметки? 4000, да, например? Или сколько? Сейчас я гляну, блядь. Ну, 4К пусть будет. Вот я меньше 50% боев сыграю на 4000 на нем через те позиции. Ну, то есть с поправкой на ТТХ танка просто. Окей, да. А если бы ты ездил на свою привычную позицию, ты сделал бы больше? Ты это можешь сделать? Я бы в 70% боев делал бы свыше, чем требуется на 100% отметки. Ну, так я знаю это. Зачем мне это доказывать? Ну, типа... Так если ты это знаешь, нахуя он туда ездит? Смотри, я тебе задал вопрос. Диффундер дебил или нет? Ну, видимо, если посмотреть на результат, то нет. Как игрок, наверное, нет. Вот. Так почему он туда ездит, объясни мне? Ну, так, наверное, надо у него спросить. Ну, типа, откуда я знаю, почему Диффундер туда ездит? Ну, что ты хочешь? Чтобы я сейчас, типа, ворвался к нему на стрим и спросил? Нет, смотри, я знаю, почему он туда ездит, и ты знаешь. Потому что он там настреливает. А почему он там настреливает-то, блядь? Даже не настреливает, а делает сумму нужную. Почему? Ну, потому что у него были нормальные бои. Он туда вкидывал, он там вкидывал нормальный урон. Все, он привык туда ездить, он продолжает туда ездить. Абсолютно верно. Это чувство безнаказанности и чувство привычки. Да, да, да. Ну, тогда, когда он получит кизды там пару раз и сольет отметку, он может задуматься и, ну, начнет ездить влево. Может, он сейчас посмотрит эту нарезку и подумает, блядь, а вот это реально... Он не сольет, он в 7 из 10 боях как настреливал там, так и будет настреливать. Это же очевидно, блядь. То есть у него не будет 3 из 10 боев там нормальных, а 7 из 10 плохих никогда? Не будет. Будет наоборот. А почему? А почему? Ну, то есть у него всегда будет 7 из 10. Почему? Потому что он 10 лет играет и он 10 лет туда ездит. То есть у нас есть статистика за 10... Сколько он? Лет 10 он играет, да? Ну, пусть 8, хорошо. 8 лет он туда ездит. И, ну, окей, хорошо. Он там продолжает играть. И что? Ты прикалываешь, что ли, блядь? Ну, типа, мы... Ну, сколько мы уже минут обсуждаем то, что диффундер ездит на какую-то позицию, которая ему нравится, и это вообще никак не относится к тому, как отыгрываешь ты. Не эту карту, а в принципе. Я тебе эту карту для примера привел на той позиции, невозможно делать такой урон постоянно. Он этот урон делает почти постоянно. Почему он его делает? Ну, окей, ему везет. Ну, пусть будет так, ему везет. А, типа, если бы ездил ты, то тебе бы не везло. Так? Да, конечно, я утверждаю это. А почему бы тебе не везло? Я, смотри, потому что мне, блядь, не везет, потому что я сижу ебаный в рот и хуй сосу месяц, блядь. Я... Хорошо, давай совсем уже, блядь, тяжелую артиллерию применим. Давай совсем тяжелую. Смотри, есть 907. Мой, да? Ну, да. Я начинаю брать на нем три отметки, когда у меня 79%. Только не перебивай, я тебя не перебиваю, ты мне тоже не перебивай. 79%, смотри. Я катаю на нем, у меня нету ни одного стрима на минус отметке. Окей. Я ложусь в больницу, ложусь под общий наркоз, мне расхуячивают нос. У меня дико болит голова, у меня дико болит тело, у меня дико болят легкие, блядь, потому что тебе трубку запихивают, которая, вот это искусственное дыхание, или как она, эта хуйня называется. После этого я возвращаюсь весь побитый, потом я снова апаю отметку на 907, и у меня нет ни одного стрима на 907 с проемом отметки. Я дохожу до 93,7, или 93,3, не помню. Помню только то, что это все закончилось на Эрленберге. После этого я полтора месяца сижу на 85. Ты же говоришь, что максимум можно выжимать, максимум можно не выжимать, кто-то выжимает, кто-то не выжимает. Вот теперь расскажи, как я две недели апал отметку до 93, потом полтора месяца сидел на 85. Ну смотри, чтобы мне ответить прям четко, ну мне нужно отсмотреть все, ты же понимаешь это, чтобы точно сказать, что в этот стрим были какие-то дефолтные бои, где ты отыгрываешь как обычно, тебя все подставляются, ты апаешь отметку. Я тебе о сроках говорю, я тебе поставил четко две недели и полтора месяца. То есть ты хочешь сказать, что две недели я умел играть, потом полтора месяца хуй сосал. Ну да, допустим так. У тебя были просто хуйнёные бои. Я согласен, окей, я соглашусь. Мы берем мантикор, я начинаю брать три отметки, у меня 65 или 60 процентов отметки. Я дохожу до 94 и 3 без единого стрима с проебом отметки. Без единого. После этого я месяц сосухую. Это как? Давай 75. Давай. Давай по твоей логике. Давай. Ты берешь ВК-72-01. Только сначала ты мне ответь на этот, а потом мы к моей логике перейдем. Как это произошло на мантикоре? Хорошо, хуёвые бои на мантикоре. Где-то не отыграл, где-то не повезло, открутили, подкрутили, слилась отметка, всё. Хорошо, хорошо, дальше. Ты берешь ВК-72-01, садишься и в дичайшей подкрутке, я не помню, сколько точно, допустим, за 3-4 дня берешь отметку. Это что? Это что? А я отвечал на этот вопрос, конечно же, это подкрутка. А что после этого произошло, не хочешь напомнить? Ну, я ж не помню. А я потом месяц хуй сосал. И видишь, как всё хорошо получается? На 907 две недели нагибаешь, полтора месяца сосёшь хуй. Потом снова нагибаешь, чувствуешь, да, эту разницу. Потом на мантикоре неделю нагибаешь, не неделю, даже 4 дня. После этого месяц хуй сосёшь. Потом на ВК-72-01 повезло, попал вот в эти 5 боёв. Не 5 боёв, 5 дней подкрутки. А что после этого? А после этого снова месяц хуй сосёшь. А с чего ты взял, что если бы ты не продолжил играть на 72-01, ты бы и дальше не ебашил на 95 и не слил отметку? Потому что у меня средний урон на нём нахуй 4200. А в тот момент, когда я брал 3 отметки, я в 5500 откатал, даже станлок охуел. Вот именно поэтому. Ну, ты откатал, типа, в 5500, ты взял там 95 с чем-то. С чего ты взял, что если бы ты продолжил, то, ну, ты бы не держал эти 5К. Потому что у тебя на 4200 к среднему? Да, абсолютно верно. За 300 боёв. Ага. А так, а у меня на 279 за 300 боёв было 4200. Сейчас у меня 1000 боёв и 4700. Это мне подкрутили 700 боёв? Это разница один выстрел, что является статистической погрешностью. Я тебе даже больше скажу. Это просто 10 выстрелов с невылетевшей альфой. А 4200 и 5500 это практически два выстрела. По 750 альфы, а не по 440. То есть 4200 и 4700 на 279 с 300 боёв в рамках 1000 боёв. В рамках 1000 боёв, да, это вполне статистическая погрешность. А на ВК у тебя 300 боёв и у тебя 4200, да? Абсолютно верно. И ты говоришь 1 альфа, ну, плюс твои 5К, или это уже не считается? 2 альфа. Почему 2? Потому что 4200 и 5500. Ты считать не умеешь? 1300. Я тебе говорю про среднему рону в 5К. А при чём тут средний рон 5К, если я в 5500 откатал? 5К ты откуда взял? Я в 5500 откатал. Так ты откатал в 5500 сессию. Я тебе говорю, допустим, если ты продолжил... Не сессию, 4 дня. Большую сессию, окей. 4 дня ты откатал в 5500. Если бы ты продолжил играть до 1000 боёв, твой средний рон что, остался бы на 4200, хочешь сказать? Он бы не вырос... Я бы играл получше, ну, 4300, 4500, может быть, в этом реально. А, то есть я типа с 4200 до 4700 поднял за 1000 боёв, а ты бы на ВК не поднял, ну, поднял бы на 100 просто. Ну, в рамках одного выстрела я бы поднял. Ну, так в рамках одного выстрела это с 4200 плюс 750 до 5К. 4800. 4800 у меня это уже с поднятыми сессиями по 5500. С 400, считай. Ну, так и что, что у тебя это поднятая сессия? У меня типа, ну, окей, тогда у меня в начале, когда я только получил 279 и играл 3 или 4 года назад, было 3900. Это в рамках одного выстрела, ты понимаешь это или нет? Так, и что, ну, смотри, у тебя было 4К, так, ты откатал супер большую сессию на 5500, поднял до 4200, так, ты продолжаешь играть на ВК, всё лучше, лучше и лучше, типа, там, хуже, лучше, в целом лучше, и типа, за 1000 боёв ты мне говоришь, что ты бы сделал, сначала ты мне сказал, типа, ну, плюс 100, плюс 200, а затем плюс альфу, так, плюс 100, плюс 200 или плюс... Ты противоречишь сам себе, смотри, я играю хуёво, ну, образно, там, на фоне... Ты тут, да? Да, 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 на фоне диффундера, смотри, я играю в 4200 на ВК 72.01, после этого ты говоришь, нет, 5 дней это была не подкрутка, это ты научился играть, если бы ты... Пусть подкрутка, неважно, подкрутка. Ну, окей, окей, ну, или повезло, окей, я бы продолжил играть, и всё бы пошло, правильно? Ну, я тебе говорю, хотя бы до 4500, если бы ты играл серьёзно. Да, а вот это 95Е6, я три дня в 5К отыграл, ты как думаешь, я дальше-то стал лапать? Да, потому что это помойный танк, ну, типа... Нет, ну, хорошо, у меня на нём средний урон 3600, ну, хотя бы в 4500-то можно мне поиграть? Нет, не можно. А почему с 3500? В 4500 сессию? Да. Так ты же играл в 4500, ты играл в 5500 сессию. Я катаю на нём полтора месяца, три стрима в 5000, и парочка в 4500, всё остальное 3300. Ну, потому что это, ну, это танк сложнее, плюс это корыто. Логично, что, типа, сессий на 5500, когда ты только на него сел, будет, ну, меньше. Я, например, не умею играть на ЛТ. Я когда только взял Т100 ЛТ, допустим, да, логично, что я буду хуёво сначала играть. У меня средний урон на Т95Е6 3600. Месяц катал в 3300. Это что? Да я, ну, типа, открутка. О, открутка. Ну, и о чём мы говорим тогда? Типа, изначально мы говорим про той скилл. Так ты признал открутку только что. Ну, я сказал, типа, окей, это открутка, ну, в рамках месяца, да, хорошо, типа, ну, допустим, ты сейчас сказал, словил меня на противоречие, то, что я сказал, да, это открутка. Я тебе ещё раз говорю, у тебя ошибок больше, чем у диффунтера. То есть ошибок у меня больше на 2000 урона, я правильно понимаю? Нет. Нет, я готов согласиться, что у меня больше ошибок, но просто мы должны понимать, у меня ошибок больше на 2000 урона, просто по сессиям получается, что на 2000 урона суммарного у меня больше ошибок. Так почему у тебя, типа, ну, по каким сессиям, если ты сам говоришь, что, ну, кто там, я не помню, Станлок скатал 3 дня на, с какую-то там сессию, 3500-4К, и слил, ну, получается, у него тоже больше, чем по сравнению с другими танками. Хуёвок сессии. Так в чём тогда проблема? Ну, потому что Станлок неделю поразъёбывал на кара, и 3 дня всего лишь пососал, как раз таки 30 на 70 процентов и получается, а я на кара понагибал 4 дня, а потом месяц пососал, ну, и потом добил отметку за 2 дня. Я, понимаешь, я тебе пытаюсь объяснить, количество повезло, количество не повезло, а ты пытаешься мне объяснить, что в тот момент, когда мне не повезло, это на самом деле я не доиграл, а им, когда не повезло, это они максимум выжили. Но просто я тебе вот задаю ещё один вопрос, я задавал его, просто если моя игра в 3500, это я не доиграл, а их игра в 3500, это они выжили максимум, тогда откручивают им, а не мне, потому что, ну, я не представляю, что такое 3500, и это максимум. Ну, это тогда у них угнетение, просто, блядь, сумасшедшего уровня, тогда их 6000 должны превратиться, блядь, в 8, ну, не меньше, нахуй. Ну, как там с деньгами? Я тебе к этому говорил, то, что Станлог играет в 3500, он и ошибается, и ему... Нет, ты сказал, что они выжили максимум. Ну, да, ну, типа, максимум в хуёвых боях. Так, но ему ещё и откручивают. Блядь, так хуёвые бои или откручивают? Ну, как бы я это назвал... Ты только, ты только же сказал, то, что он где-то не доиграл, и плюс ему открутили. Ну, да, ну, типа, открутили, для меня это хуёвые бои. Ну, просто зарандомило, вот как ты показывал репку на прохорке. Всё, окей, и мне получается хуёвые бои рандомит, правильно? Да, ну, так у тебя же и выборка больше, но, типа, Станлог откатывает меньше каток. Ну, типа, ты стримишь каждый день по 4 часа, этот, блядский Т95 и 6, а выходишь из... Так об этом и разговор. Так почему у них-то таких сессий в срат их меньше? Я вот этого вот понять не могу. А пиздат их больше. Ну, так для того, чтобы, ну, блядь, откуда я знаю, что их точно меньше и точно больше? Ну, если для этого нужно хотя бы посмотреть просто каждый стрим и его концовку. Я это не смотрел. Ну, типа, смотри. Я полтора месяца катаю, блядь, а он неделю. Как, блядь, посчитать? Ну, блядь, давай так. Смотри, из твоих стримов, да, у тебя был стрим, где ты 2 или 3 раза просто вышел с нулё. Было такое? Абсолютно верно. Где я сказал, я слил отметку, потому что я вышел с боя. Да, то есть, вот этот стрим мы можем не брать. Так. Ну, вообще, в стату, где, типа, у тебя эта сессия в 3 500, ну, потому что ты просто взял и вышел. Ну. А, я тебе говорю, то, что еще наберется парочка таких стримов, где у тебя, типа, были ошибки, и в процентном соотношении их будет просто больше. То есть... Сколько стримов соберется? Так я, ну, откуда я знаю, сколько соберется стримов с полутора месяцев? Я тебе говорю, то, что вот у тебя есть, допустим, 10 стримов, да? 5 из них ты ебал просто в 5 500. Нет, 3 за месяц. Хорошо, 3. В 3 из них ты ебал, в 7 ты играл на 3 500. Из этих 7... Нет, не 7, не 7, месяц. А, окей, 3 стрима... Я полтора месяца стримил. Хорошо, 3 стрима ты играл в 5 500, да? 97 стримов ты играл в 3 500, так? Ну, не 97, поменьше. Ну, блядь, ну, ну, просто, ну, для округления. Поменьше, 50. Нихуя ты округлил 90 стримов? 90 стримов, блядь, 2,5 месяца. Хорошо, твое число, 20 стримов, нормально? Даже 3 месяца, ну, 20 давай. 3 классных, 20 хуёвых, так? Да, да. Я тебе говорю, то, что среди 20 хуёвых, сейчас цифры из головы, да? Среди 20 хуёвых, 7 ты выжил из максимума, ну, 7 ты выжил максимум, а в 13 ты не доиграл. Станлог, типа, наоборот, он больше, ну, он чаще выжимал максимум, чем не доиграл. Вот, что я тебе хотел донести. То есть, когда он играл на каре в 5 700, он просто выжимал максимум. И когда я играл на нём в 5 500, на Т95 Е6, я тоже выжимал максимум. Да. Дело-то в том, что когда я выживал максимум, я ЛКМ просто зажимал и ехал вперёд. И запись того стрима есть. А когда я выживал максимум на 3 500, меня ебали 1.15, блядь, каждый бой. Да, каждый бой. Ну, типа, я смотрел на резки Зорга, типа, смотреть фуллстрим, очевидно, я не бан, чтобы 4 часа смотреть стрим. Я смотрел на резки, типа, не знаю, может там бои, наоборот, самые хуёвые, но даже среди боёв, где было 11, ну, 1.15, 2.15, где были бои по 3-4 минуты, ну, даже я, типа, слабый игрок, видел твои ошибки. Хорошо, давай мы тогда сойдёмся, смотри на чём. Ты отсмотришь все стримы на Т95Е6, как ты сказал, а я ради тебя отыграю 100 прохоровок через дебилопозицию. Вот. На Т95Е6, да, где-то полтора месяца, ну, ну, сколько стримов-то, блядь, ну, штук 40, да. Да ты за полтора месяца не отыграешь 100 прохоровок с этого респа, ну, никогда в жизни. Нет, я тебе говорю, полтора месяца стримов на Т95Е6 тебе смотреть, а мне играть 100 прохоровок. Вот, из полутора месяцев мы выкидываем три стрима на 5000 и выкидываем стрим, где я выходил из боя. Ну, и того тебе отсмотреть где-то 35 штучек, наверное. Вот, 35, 35, И, типа, итог, что я ожидаю увидеть, то, что процент твои дою. Не знаю, я тебе хочу сказать, что я ожидаю. Ну, давай, что ты ожидаешь? Я ожидаю увидеть, то, что боев, где будут именно ошибки, допустим, где ты стоишь и тут без, ну, без по факту, да, ну, мы уже говорили про это, да, без по факту, где вот прям твоя ошибка, где, ну, где и ты, и, допустим, еще пару скиловых игроков точно скажут, что это ошибка, где ты ее принимаешь. Окей, окей, где, ошибка, да, вот где такие бои. По факту, это без информации по миникарте. Без информации по миникарте после боя, после того, что случилось. Да, 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 ну, да, без этого. Я предполагаю, что, ну, я говорю то, что по итогам это отсмотр этих стримов, а твоих ошибок, именно ошибок, да, мы уже сказали, что это ошибка, будет больше, чем если бы я отсмотрел, ну, точно такие же стримы у Станлоха. Да, окей, окей, без проблем. Окей, ну, типа, это не за неделю, очевидно, да? Что еще раз? Это не за неделю, там, не за пару дней, очевидно, но это будет. без проблем. Сейчас, погоди секунду. 25, блядь, сейчас, сек, сек, сек. Тебе 875 боев надо посмотреть, приблизительно. Ну, окей, типа, рано или поздно, тебе столько же примерно нужно будет откатать прохор. Больше. Ну, точнее, просто боев, даже больше. Больше, больше. Окей, без проблем. Все, без проблем, 875 боев. Вот, легко. Ну, без, легко, долго. Но без по факту. Ну, я буду, без по факту. Я посмотрю, типа, скорее всего, я буду, наверное, как-то записывать, чтобы я тебе показывал, что этот бой. Да, без проблем, конечно, без проблем. Да. Соответственно, это будет долго, но это будет. Ну, я тебе вещаю, это будет. Рано или поздно, это будет. Ну, просто задано еще, я думаю, ты вспомнишь. Это прекрасный разговор. Да, да, конечно. Окей, все, без проблем. Все, окей. Но, давай только вот без этого. Я посмотрел один стримов из десяти, ты тут ошибся, значит, и в остальных ты ошибся. Все стримы. Все стримы. Ну, я, скорее всего, я, когда, типа, думал про это, я предполагал, что я буду записывать. Ну, хороший бой, окей, хороший бой, плохой бой, где ты тупишь, такой, 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 окей. Хорошо. Окей. Но, чел, мы с тобой договорились, не один стрим на десять. Все, 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 все. И не все стримы, а все бои во всех стримах. Все бои во всех стримах, окей. Да, все, окей. Все? Да, все. Все хорошо. Все, давай, удачи. Пока. Давай.